Добрый день! Сегодня у нас в гостях Дмитрий Владимирович Павлов. Здравствуйте! Здравствуйте! Представлю вас нашим телезрителем. Вы магистр теологии, сотрудник научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. Еще раз здравствуйте! Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Сегодня у нас необычный и довольно серьезный разговор. Он связан с вышедшей книгой. Вот она лежит на столе. Мы еще, конечно, представим. В ней 1200 страниц, и даже больше, которые меня просто потрясли. Вот это увесец этого называется. До смерти буду призывать вас к молитве. Жизнь и служение митрополита Гурия Егорова. Вышла она совсем недавно. И это является основой темы нашего разговора. Митрополит Гурий. Вот многие телезрители думают, о ком идет речь. Давайте все-таки мы хотим посвятить ему не одну, может быть, даже передачу. Давайте немножко просветим всех. О ком идет речь? Ну, митрополит Гурий – исповедник 1920-30-х годов, то есть время гонения на церковь. И архиерей Русской Православной Церкви 1940-1960-х годов. Родился он в 1891 году. Рано лишился родителей. В семье Егоров было пятеро детей. Приютили их родственники, дядя, который завидовал в Санкт-Петербурге рынком. Дети воспитывались в этой семье. Сам Вячеслав, как его звали, в детстве мечтал о священстве. Засыпал, складывая пальцы рук для иерейского благословения. А в юношестве уже мечтал о монашестве. В Санкт-Петербурге он закончил Петровское коммерческое училище. Это было училище для детей богатых купцов. Но ему не нравился тот дух, который там существовал. Дух такой, скажем так, разгульства. Потому что купеческие дети – золотая молодежь того времени. И, соответственно, по окончании этого заведения учебного он выбрал духовный путь. Хотя, в принципе, у него была возможность работать или в коммерческом банке, или даже в баре, в консульстве. Но он выбирает духовный путь. В 1912 году он поступает в Санкт-Петербургскую духовную академию. Но прерывает с его учебы. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, он уходит на фронт брата Милосердия. Но там, значит, заболевает. У него открылся туберкулез легких. В 1915 году он демобилизуется с фронта и снова возвращается к учебе. В том же 1915 году он принимает решение о постриге. Его постригают с именем Гурий. И в том же году, в конце 1915 года, его рукополагают. Сначала в Иродиак, но потом в Иромонаха. То есть фактически прямо перед той самой знаменитой революцией он вдруг решил круто извинить свою жизнь. Из светской жизни ушел, перешел в жизнь монашескую. Ушел глубоко в православную церковь. Таким образом, я еще раз хочу подсказку дать нашим телезрителям. Речь идет о человеке, который сознательную православную монашескую жизнь, в том числе и архиерейскую, провел в начале советского и в советское время. И один из немногих людей, который чудом остался жив. Совершенно верно. Вот эта судьба, вот этот необычный его жизненный путь, и нас как раз очень привлекает сейчас, потому что она оказалась чрезвычайно интересной и стала в итоге вот таким замечательным трудом. Давайте представим вашу книгу. Прежде чем мы продолжим рассказ о митрополите Гурии, вот эту книгу, которую я сейчас попробую взять. Покажите нам ее. Вот книга. Эти 1240 страниц уникального текста. Сколько времени ваше ушло на создание такого труда? Ну, на написание книги и, соответственно, подготовку ее к изданию ушло 4 года. 4 года. Да, с 2017 по 2021 год. Но еще несколько лет до этого я занимался сбором материалов. Потому что задействовано было больше 30 архивов, государственных, церковных, личных. Вот, соответственно, все это требовало времени для того, чтобы все источники добыть, скажем так. Вот, это требовало времени, потому что это были перелеты. Это был Ташкент, это был Симферополь, это Минск, Санкт-Петербург. Основной, конечно, архив это в Москве, государственный архив Российской Федерации. Вот, материалов было очень много, при том это были уникальные материалы, то есть не опубликованные до этого момента, скажем так, до выхода моей книги о митрополите Гури было всего лишь три книги, посвященные ему, либо полностью, либо частично, которые написали его духовные чадо. Но они были основаны на воспоминаниях. Воспоминаниях, да. Да, воспоминаниях. Вот, какие-то рассказы о Ладыке Гури. Соответственно, я пользуюсь большим количеством источников, соответственно, архивные. И получилась такая биография Ладыки Гури. Притом в контексте как раз тех событий, которых вы упомянули. Потому что XX век много выпало, скажем так, на долю людей, на долю верующих в церкви, и в том числе на Владыку Гури. Вот у вас лежит фотография замечательная, где снято большое количество иерархов в Росской Церкви. И будущий патриарх Тихон. Скажите об этом. Да, здесь еще не патриарх Тихон, а тогда еще митрополит московский Тихон. Это фотографии 1917 года. Тогда еще иеромонах Гурий, он только закончил в 1917 году Петроградскую духовную академию. И он попал на съезд ученого-монашества, которое проходило в Троице Сергею Лавре. И вот тогда вот возглавлял этот съезд как раз митрополит Тихон, будущий патриарх. Какой это год, еще раз напомню. 1917 год. А мы с вами остановились на 1915, когда он ушел из светской жизни в монашескую. Давайте продолжим. Да, то есть в 1915 году Вячеслав Егоров принимает постриг, рукоположение состоялось его. То есть он уже иеромонах Гурий. В 1917 году он заканчивает уже Петроградскую духовную академию и вливается уже в число братьев Александра Невской Лавры. То есть становится уже насельником этой Лавры. То есть он за один год закончил Петербургскую академию? Какой молодец. С 12-го года. В 1917-м закончил. С перерывом на один год, когда он был на фронте. С 14-го по 15-й год. Да, понятно. То есть он поступил в 12-м, в 1918-м закончил. С учетом того, что он уже был иеромонахом, он уже мог служить. То есть он уже был священником. Соответственно, у него уже был приход. У него был брат, Леонид, старший на несколько лет. Он тоже принял постриг с именем Лев. Он как раз преподобный мученик. То есть он прославлен в лике святых, потому что погиб как раз в конце 30-х годов. Именно пострадал от репрессий советской власти. Так вот, вместе со своим братом, их звали братья Егоры в народе, и еще один сподвижник Иннокентий Тихонов, соответственно, они образовали молодежный кружок. То есть что они делали? Они просвещали простых людей. Они сняли простую квартиру на Лиговке в Петрограде и просвещали людей, которые были из низших социальных классов. Те, которые злоупотребляли и алкоголем, и другие проблемы были. Они, соответственно, с ними занимались, проводили такие занятия. В дальнейшем их миссионерская деятельность уже вышла за рамки таких собраний, будучи уже насельниками Александра Невской Лавры по благословлению митрополита Вениамина. В 1918 году, то есть когда большевики посягали на собственность Лавры, соответственно, возникла необходимость защищать Лавру, и тогда же возникло знаменитое Александр-Невское братство. Поэтому владыка Гурий, он как бы находится в числе руководителей, отцов-основателей этого братства. Еще раз повторю, что со своим братом иеромонахом Львом и с Иннокентием... А как же удалось, что их не арестовали в тот момент? Еще такие погромы не начались. Еще не начались такие гонения, да. Все началось в 1922 году. После знаменитого приказа Ленина по поводу... В 1922 году... В мае месяце он там написал письмо членам полюберудов. Образовался обновленческий раскол, то есть инициированный как раз советской властью, большевиками. Раскол этот привел к тому, что часть священников, они, получается, отпали от церкви, да, встали на сторону советской власти. И мы знаем знаменитый процесс против патриарха Тихона, да, то есть когда хотели его, так сказать, низложить с патриарха. Тогда же начались гонения на церковь активные. И в 1922 году как раз произошла череда арестов. То есть был арестован митрополит Вениамин Петроградский. Через несколько месяцев расстрелян. Отцы братства и многие, так сказать, верующие были также арестованы. Соответственно, были тюремные заключения. Архимандрит Гурий, тогда он уже получил санархимандритом, был арестован также в июне 1922 года. Но он был приговорен к ссылке, не попал сразу в ссылку, потому что заболел болезнью Тифом и, значит, пролежал в тюремной больнице имени Гааза. Где-то больше, чем полгода. И только в 1923 году, когда он выздоровел, соответственно, его отправили в ссылку на север, Усть-Цильму, там, где он встретился со своим другом и с братом духовным, Иннокентием, там уже был епископом Иннокентием. И после этого им изменили ссылку с севера на юг, то есть уже послали в Туркестан. И вот они на поезде, по железнодороге, в арестанских вагонах проследовали практически через всю территорию, с севера до юга. И там, в Ташкенте, они расстались, потому что архимандрит Гури был отправлен на границу с Персией, и там он пробыл до 1925 года в ссылке, но там он имел возможность и совершать литургию, соответственно, занимался физическим трудом. Это было первое посещение Средней Азии. В 1925 году, возвращаясь уже в Ленинград, тогда был город переименован, через Москву, как раз мы знаем, что патриарх Тихон почил 7 апреля 1925 года, а 12 апреля было отпевание. Так вот, архимандрит Гури был уставщиком на отпевании, участвовал в этом мероприятии. Вернувшись в Ленинград, отцы братства воссоединились, то есть продолжили свою деятельность. Архимандрит Гури становится, к тому же, руководителем училища, пастырского училища, будучи преподавателем, а потом, соответственно, уже руководителем. Также он возглавляет монашеские кружки, потому что за годы советской власти уже ряды начали духовенство рядеть, и все прекрасно понимали, что необходимо готовить замену. То есть нужны были священники, нужны были монахи, и, соответственно, такие вот кружки создавались именно при Александрнеевском братстве. То есть он довольно активную деятельность производил, так сказать, и как-то советская кружка терпела в этот момент. Вот они терпели до времени, и вот богословство пастырское училище, которое возглавлял Архимандрит Гурий, оно, соответственно, стало уже не устраивать власть, и было заведено дело как раз на него и на его брата в 1927 году. Их арестовали, но не нашли доказательств, и, соответственно, вынуждены были отпустить. Но это продлилось недолго. Уже через год, в конце 1928 года, происходит повторный арест. Где уже не нужны были доказательства, да? Да, там уже дело было сшито белыми нитками, но тем не менее, потому что уже сколько, получается, различных, скажем так, документов против него, все эти приговоры. То есть, соответственно, уже ссылка была, уже третье заключение тюремное, получается, и, соответственно, уже самое строгое, ну, если не считать расстрелы, да, которые пошли уже позже, это самое строгое наказание, это уже лагерь, да? И, соответственно, его отправляют, дают пять лет лагерей, отправляют в Беломорско-Балтийский лагерь, тот, который занимался как раз строительством Беломорского канала. Но здесь Архимент Гури спасает то, что он закончил коммерческое училище. То есть, он обладал хорошими науками бухгалтерскими, его ставят счетоводом. В своих рассказах он замечательно описывает, как он ездил по бескрайним этим просторам, возил деньги заключенным, вот, часто рискуя жизнью. Но его это спасло, по крайней мере, то, что он не стоял по пояс в воде, не рубил лес, да, соответственно, потому что многие и погибали от такого тяжелого физического труда. И за счет того, что он хорошо, так сказать, поставил бухгалтерию, был на хорошем счету у начальства, именно в силу своей, так сказать, работы, образования, да. Он даже досрочно освободился. Он, ты сказали, он писал, рассказывал. Он писал это как воспоминания? Это воспоминания. Или это литературное произведение? Нет, это уже были воспоминания, да. Это записывали его Духовный чадо. Соответственно, эти рассказы воспроизнены в моей книге. Вот они есть на сайте, который мы попозже еще расскажем. Вот, поэтому Владыка с интересом рассказывал о тех годах проведенных, потому что мало что осталось, да, все-таки. Но вот сами рассказы нам как-то приоткрывают. Именно события тех лет. Вот, освобождается он в 1933 году. Возвращается. Освобождается? Ну, четыре года ему, соответственно. Если в 1929 он был осужденный пять лет лагерей, четыре года досрочно. В 1933 году его освободили. Он возвращается в Ленинград. Но не может проживать уже в северной столице. Потому что в силу того, что он был в заключении, и даже не может служить, и не может просто проживать. Паспорта они выдавали как раз заключенным. Понимает, что так как все остальные отцы братства были арестованы, он понимает, что опасность все-таки существует, дальнейших репрессий. И он принимает решение, сначала уезжает в Бийск, а потом, соответственно, впадает в Среднюю Азию, в Ташкент. Это как раз его второй, получается, приезд. Сопровождает его духовный сын Константин Вендланд, будущий митрополит Иоанн Вендланд. Так как он был геологом, то есть, соответственно, благодаря приглашению Константина в Ташкент, они вместе переезжают. Но там он, хотя и пишет в своей автобиографии, находился на покое, как такового, в принципе, покоя у него не было, потому что к нему приезжает его духовный чадо из Ленинграда, приезжает духовный чадо, которые также были репрессированы, оказались в лагерях, в том числе в Средней Азии, и под его крылом собирается духовная община в Ташкенте. Это 1933 год. В 1938 году они переезжают часть общины в Фергану, потому что уже в Ташкенте становится неспокойно, уже, так сказать, начинают репрессии и до Средней Азии добираться. Но вообще Средняя Азия – это край, в который отправляли всех, то есть и архиереев, и священников, и монахов, и просто мирян. То есть там многие отбывали ссылки, многие спасались. То есть такой край, где очень много, в принципе, на сегодняшний день новомущиков, исповедников, и были в заключении, и, соответственно, и закончили там свой жизненный путь. Этим многие, в принципе, занимаются исследователи. Так вот, Владыка Гурий создает такую духовную общину. Естественно, она полулегальная, даже, можно сказать, нелегальная, потому что они особо не афишировали, работали на гражданских... Объектах. Объектах, да. А, соответственно, вся жизнь духовная, она была не на виду. То есть, соответственно, это все было внутри общины. Архимандр Гурий, значит, совершал богослужение, да, то есть там утром они служили, вечером, в праздничные дни и воскресные служилась литургия всеночная, так, как положено. Соответственно, у нее был антиминс, он когда еще приехал в Ташкент. То есть это было дома, в домашней как бы церковь? Да, это все было в домашней церковь, потому что к тому моменту все церкви в Ташкенте уже были закрыты. И, соответственно, наличие антиминса ему как священнику давало эту возможность для своих духовных чад совершать не просто богослужение, но в том числе и литургии. То есть у нее был антиминс от митрополита Арсения. Когда он приехал, соответственно, он к нему пришел и получил антиминс и разрешение на это служение. Так проходили, соответственно, будни. В 1934 году он постриг свое духовное чадо Константина Вендланда. И впоследствии он стал, так сказать, иромонахом. То есть он тоже мог помогать служить Архимандриту Гурию. В 1934 году познакомился с Средителем Лукой, потому что тот был врач, мы знаем, в Ташкенте. И когда владыка, тогда еще Архимандрит Гури заболел крупозным воспалением легких, то владыка Лука пришел к нему как врач. Прошло их первое знакомство, первая беседа. В дальнейшем они поддерживают отношения. Вот так пролетели 11 лет. То есть второй приезд в Среднюю Азию. И 11 лет такой подпольной жизни. То есть благодаря этой общине из центра, как бы, духовного этого центра под руководством Архимандрит Гурия вышли и священники, и монахи. То есть он совершал постриги. То есть 11 лет, это получается до самого конца войны. До 1944 года. До 1944 года. Да, если мы вспомним, скажем, 1943 год, когда Сталин пошел на встречу. Повернулся в сторону церкви. Да, в сторону церкви знаменитая встреча трех митрополитов со Сталином. А в 1944 году архиепископ Алексей Палицын приезжает в Ташкент как раз принимать покаяние у обновленцев. И тогда же он узнает о том, что Архимандр Гурия находится в этих краях. Он его хорошо знал. Соответственно, он призвал его к себе. Ну и сказал, что пора выходить на открытое служение. То есть получается, что Средняя Азия, она была спасительной пустыней для Архиманта Гурия. И в то же время, как светильник веры, он не мог оставаться долго под спудом. И благодаря приезду как раз архиепископа Алексея, он выходит на открытое служение. Тот назначает его в Самарканд, настоятелем Покровского собора. Но ввиду, так сказать, сложности там общения, долго он не смог там пробыть. Где-то полгода. Дальше он уезжает снова в Фергану. И потом переезжает в Ташкент, когда на кафедру заступил епископ Кирилл Поспелов. Назначенный как раз ташкентским епископом. Но продлилась эта недолгая работа. В 1945 году осенью избранный патриарх Алексей Семанский вызывает Архиманта Гурия, который он хорошо знал по Петрограду, Санкт-Петербург, Петрограду, Ленинграду. Вызывает Москву и назначает наместником намеченный к открытию Троицы Сергея Лавры. По воспоминаниям современников тех лет и самого владыки, когда они приехали инспектировать, смотреть, это было, конечно, жалкое зрелище. Потому что Лавра была разрушена. Лавра, соответственно, была в неподобающем состоянии. Все святыни тоже были себе поруганы. Превратили все это в общежитие. Какие-то конторы занимали все эти церковные здания. Белье висело, патефоны звучали из окон. То есть такое зрелище было не очень приятное. Ну, вот такое вот послушание на себя взял Архимандрит Гурий. Фактически он был тем человеком, который, собственно, возрождал Троицы Сергея Лавры. Да, да. Троицы Сергея Лавры, которые были закрыты столько много лет, больше 20 лет, соответственно, необходимо было открывать. Опять же, с учетом того, что Сталин повернулся в сторону церкви, он разрешил открытие. Это было уникальное, так сказать, получается, такое явление. Потому что те монастыри, которые существовали на тот момент, они находились либо в западных областях Советского Союза, либо освобожденной оккупированной территории. То есть Украина и Белоруссия. Власти не решили сразу закрывать эти монастыри. А вот все, что восточнее, получается, не было ни одного монастыря. И вот Лавры, это был первый уникальный случай. И возвращение мощи преподобной Сергии, это тоже уникальный. Потому что никакой системности возвращения речи не могло быть. Просто государство не могло на это пойти. Знаменитая икона Троицы уже была в Третьяковской галерее. Ну, вероятно, да, к тому моменту. К тому моменту, да. Самые, которые теперь вернули. Да, все храмы были закрыты. Когда Архимент Гурий получил ключи от Успенского собора. Долгое время шел все-таки выбор, где начинать служить. И после долгих обследований Архимент Гурий каждый вторник ездил на доклад в Москву патриарху Алексею. И он предложил как раз Успенский собор. И когда власти дали ключи и открыли, то было, конечно, жалкое зрелище. Потому что стояла карета Екатерины, какое-то чучело медведя. Все это в грязи, в сосульках, разбиты окна. Это же неотапливаемый собор был. Неотапливаемый, да. Поэтому все это сохранилось в ужасном состоянии. Да, да, к сожалению. И поэтому были сомнения все-таки брать Успенский собор или служить в крипте, который по-то, так сказать, собором. Но все-таки решение было открывать Успенский собор. И туда же и переносить мощи. Лавра была открыта как раз на Пасху 1946 года. Это было ожидаемое событие. Очень много людей, верующих, знали об открытии, собирались. И когда, соответственно, было пасхальное шествие, крестный ход, то, опять же, по воспоминаниям современников, это было такое грандиозное зрелище. То есть масса огней на Лаврской площади. После открытия Лавры масса паломников, конечно же, ринулись вновь открытым. Обитель преподобного Сергия. Целые электрички прямо приезжали. Власти тоже было выгодно, потому что поехали еще иностранные делегации. Потому что власть показывала, что нет никаких гонений. И у Сталина еще было, скажем так, вида на открытие некого православного Ватикана на территории Троица Сергия Лавры. Но его планы не сбылись. Поэтому и охлаждение произошло. Но, тем не менее, Лавра была открыта. Тогда еще это был неполноценный монастырь, потому что насельники, которые стали возвращаться, они еще жили за пределами Лавры. Потихонечку помещение отдавали, но их было недостаточно. Но владыка Гурий, тогда еще архимедель Гурий, соответственно, был первым наместником. Он открыл Лавру. И в августе 1946 года как раз последовала его епископская хиротония. Он был хиротонистом во епископа Ташкентского Среднеазиатского. И здесь начинается его новый путь служения. Уже архимедельский. Он опять уехал из Москвы и опять уехал далеко на восток. Да. В сентябре 1946 года это уже третье возвращение в Среднюю Азию. Я предлагаю продолжить наш разговор с этого момента, с 1946 года. В следующей нашей передаче. Спасибо вам за интересные рассказы. Я слушаю с интересом, потому что иногда представляю себя, что бы ты, а как бы ты в такое сложное время. Как бы ты, вот тюрьма, ссылка, одна, другая, третья, поездки, переезды, монастырь, возрождение. Переподобный Сергий Радоничский. Это просто какое-то уникальное летописание жизни человека. Мы говорим о митрополите Гурии. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был Дмитрий Владимирович Павлов. Дмитрий Владимирович Павлов, магистр теологии, сотрудник научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви, Православной Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. Мы говорили о митрополите Гурии Егорове. Продолжим в следующий раз. Спасибо огромное. Всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо.